Андрей, вот вы снова приехали к нам в студию и на этот раз, я думаю, у вас есть отличные, замечательные новости. Собственно, насколько наши зрители знают, вы уже показывали свои, ну, ноу-хау, назовем это так, да, это сани, которые едут сами на электрофляги, ну, сто процентов, два раза причем наши зрители могли их видеть. Замечательный квадроцикл, все это дело объединено одним, так сказать, сердцем, мотором, двигателем ДА-90С от нашего партнера Виктора Арестова со славянкой. И на сегодняшний день я знаю, что вы подготовили очередную порцию техники в виде мотособаки. Вот давайте поподробнее. Хорошо, ну, вот сразу к технике я бы не стал. Я вообще все это могло появиться только благодаря двигателям, совмещенной обмоткой. Когда мы все заходили, Обнинск, Москва, там, Россия и другие города, когда заходили, то никто не знал, когда появятся эти моторы. Но все их очень ждали. И когда они появились, конечно, мы не могли пройти мимо этих моторов. Именно нас интересовал серийный образец. Первый вышел ДА-90С. Я, конечно, в него просто влюбился. И все наши ребята от него просто в восторге. Самое мощное, что мы могли вот сделать, это сделали эти сани. Почему? Потому что они тяжелые, огромные, а нагрузки мы хотели дать самые максимальные. То, что мог выдержать этот мотор. То есть своего рода проверка такая получается. Да. И все лето мы гоняли эти сани в хвост и в гриву. Ну, а по сути, мы мучили этот мотор. Вы знаете, с ним ничего не произошло. То есть он не грелся, он прекрасно выдержал любые нагрузки. Ну, естественно, это сподвигло на создание квадроцикла. Квадроцикл — это просто отдельная история. Летом у нас была... случилась такая, я так отвлекусь, такой момент. На самых первых испытаниях, когда мы не знали, как он себя ведет, мотор оказался слишком мощный для него. То Виталик у нас на огромной скорости влетел в бетонный бордюр и удар пришелся прямо на двигатель. На двигатель, вот на сам... Прям вот на... Даже не на крышке, а на статор. Вот. И мы не обратили тогда внимания. Ну, квадроцикл едет и едет. Может, вы видели видео, он и тундру таскает, почти трехтонную. Да, на нашем же канале есть это видео. Ссылку в описании обязательно оставим. Поэтому, кто не видел, обратите внимание. Да. И особенно там интересно, когда он нарезает эти круги, там просто восторг. У меня до сих пор мурашки, что он творил. Ну, я помню, ты тогда тоже на нем прокатился. Да, тебе тоже понравилось. Вот. Но вылезло-то это все сейчас. Когда мы собрали следующую модель, то есть нам захотелось поставить... Одному из наших партнеров и инвесторов захотелось поставить мотор на мотособаку. Ну, это в народе называется. На самом деле это такой мини-тягач. То есть он может тянуть все, что угодно. Ну, как правило, это рыбаки, охотники, дети, которые хотят заехать куда-то на гору, там, по полям помотаться. Интересная такая развлекаловка. И вот выходные, на прошлые выходные выпал снег, и мы приехали испытывать мотособаку. И захватили с собой квадроцикл. А он почему-то стал ехать медленно. Ну, как-то вот даже немедленно, а вяло. Он катался... Ну, это было не то, что было летом. То есть он как бы функционирует, но уже не жжет. Да, да. Ну, он не жжет. Совершенно верно. На нем можно ездить, приехать куда угодно, но он не жжет. Ну, нас это раздражает. Мы же знаем, на что может ДА-90С. Конечно. Ну, Виталий тут с помощью штык-ножа, я не знаю, я сброшу тебе эти картинки, может быть, ты их как-то вставишь. Да, возможно, вы сейчас видите. Да, чтобы люди как-то на них посмотрели. С помощью штык-ножа в течение пяти минут разобрал этот мотор. Что мы увидели? У него выгорела обмотка целиком. То есть вот этот удар механический, он повредил обмотки, случился разрыв и какие-то там микрозамыкания. Получилось, что мотор работает наполовину. Но я так понимаю, это опять же произошло не сразу. То есть после удара прошло, кстати, какого-то времени. После удара мы гоняли на нем просто А сколько времени прошло до того, как... Ну, наверное, четыре, наверное, где-то около пяти месяцев, когда мы с тобой снимали видео. Ну, да, да, где-то так тогда оно и есть. Да, вот это... И только сейчас... И только сейчас он стал немного медленнее ездить. Я говорю, насколько надежные моторы, да, это любой, возьмем любой асинхронник, повреждение одного проводка, он просто никогда не включится. Он просто никогда не будет работать. Моторы с совмещенными обмотками — это космос. И я бы здесь не сидел, и я бы к вам никогда не приезжал, не будь этих моторов. Но по ним возникает куча вопросов. Это сложная техника. Ну, для меня сложная. Я понимаю, для Sowellmash это не сложная техника. Для меня это космос. Вот. И поэтому возникают куча вопросов. Что происходит? Почему медленно едет? Что случилось? И что мне больше всего понравилось в этой истории? Не только то, что он ехал, а то, что поменяли мотор за 20 минут. Опять же, это прям было зимой, это было на улице. Взяли, вытащили одну обмотку, другую вставили, все. И он поехал, он полетел. Вот. То есть стоит учитывать, что это не мотор поменяли, а мотор починили. То есть обмотку заменили. Ну, статор заменили. Заменили статор. Просто сняли статор, грубо говоря, он подлежит ремонту. То есть нужно заменить. Грубо говоря, пакет статора с выполненной обмоткой вытащили из корпуса, вставили другой готовый уже заранее. И квадроцикл полетел. Вы понимаете, какие перспективы, допустим, для военных? Военные. А если мы возьмем, например, даже не такую сложную область, как здесь, я думаю, Славянка, благодаря всем ее качествам, имеет очень хороший потенциал. Но, если мы возьмем просто бытовое применение, вот, допустим, есть спортивные какие-то мероприятия, мотокросс, на квадроциклах тоже проходит много чего. То есть, в принципе, очень часто двигатели внутреннего сгорания не выдерживают, их меняют прямо в процессе. А здесь тоже статор вытащил, вставил, поехал. Я думаю, профессионалу с инструментом, не штык ножом откручивай, да? Ну, замена статора, ну, 5 минут максимум. Может и быстрее. Плюс, опять же, если задача будет такова, то изначально конструктивно можно заложить более быстрый механизм замены и как бы... Да, элементарно. Это может крепиться не на болтах, а на специальных креплениях. То есть, для спортсменов, для военных, еще для кого-то, это двигатели Дуэнова, синхронные вот эти моторы, это просто находка. Это, я не знаю, я вообще до сих пор, когда вот слышу там в вебинарах там вопросы или кто-то там отзывается, ай, да ладно, там эти двигатели там уже сто раз придумали, я вообще не понимаю. Люди, вы, вы что говорите? Вы не представляете, как вам повезло? Вам повезло, что вы совершенно случайно, проходя мимо, узнали о том, что, ну, есть тут какой-то проект, и вы туда зашли. Вам никто никогда в этой жизни больше не предложит. Проект лучше, чем проект СОВЭЛМАШ. Я вас уверяю, точно не предложит. Вот. Ну и вернемся, значит, к мотособакам, к тягачам, к этим. Интереснейшая тема. В ближайшее время я вас приглашаю. Как только выпадет снег, он должен лежать на поле прилично. Вы сами попробуете эту технику. Это, это настолько интересная техника. И вы представляете, вот, когда проходили испытания, вот, выходные, у нас была еще и мотособака бензиновая. Гораздо мощнее этой. То есть она больше, мощнее. Но, во-первых, все время, пока велись испытания, эту собаку бензиновую заводили. То есть там дергали статор, у нее сел аккумулятор, потому что она уже все не заводила. У нее вынимали свечи, чистили, закручивали. Часа через три ее завели, потом она еще час грелась. Потом только с нее начали, значит, снимать какое-то видео. По идее, она должна была делать эту маленькую собаку. Но мы посадили ребенка, девочка, это дочка одного из наших конструкторов. И она просто нас как детей, как стоячих на этой электрической мотособаке. Это удобное в управлении, это гаджет. Он настолько удобен, просто она обогнала нас на том участке, на коротком, который был в снегу. Это очень зрелище. Ну, на самом деле, это действительно очень классная техника для любителей по лесу, по лазе, что называется, для охотника, для рыбаков. Да, да. Да и в хозяйстве, скажем так, в загородном доме это будет очень неплохо. Я, конечно, против охоты на животных, да. Но по лесу погулять вот на таких вещах или в горах покататься. Очень прикольно. Там, где нет подъемников. Представляете, да, вы приезжаете в дикое место где-то в Сочи, да, там все на подъемник, а вы спокойно на любую гору заехали. Да, да. При этом вам не надо вот это вот дергать эти статоры, как это правильно называется? Я понял. У бензиновых. В общем, вам не надо заводить. Запуск, короче, не нужно производить стресса. Да, с маслом, с бензином, мучиться. Вы просто кнопочку нажимаете, рычажок поворачиваете, хотите назад, хотите вперед. Не надо вот этих всех переключений. Настолько удобно и интересно, пока мы мучились с бензиновой, у нас девочка с братом объехали все поля, все леса. И мы, да, вы представляете, с этим экономичным мотором, мы так и не засадили батарею. То есть она до сих пор, вот можно сейчас прямо поехать и кататься. Это здорово, действительно. Ну, на самом деле, у меня был опыт катания на, так сказать, традиционных собаках мотоцикл. А, был, да? Я знаю, что это такое, мне очень понравилось, но в принципе, теоретически, с электромотором эта вещь может быть даже более интересной. Я думаю, что у наших зрителей 100% будет вопрос, каков у нее максимальный пробег в режиме, например, отжига, да? Но здесь существует такая штука, я думаю, сразу можно это заакцентировать на этом внимание. На любой мотособаке довольно небольшой бензобак. И даже если она на бензине, то как бы брать с собой канистры или что-то в этом духе, это не совсем та техника. Ну, как бы тут уже для дальних поездок скорее больше, наверное, будут снегоходы использованы или что-то в этом духе. И, по крайней мере, на те мотособаки, на которых мне доводилось кататься, там нужно было бензин смешивать с маслом. То есть это вот та история, которая... Ну, сейчас вроде отдельно. Отдельно уже. Ну, может, модели просто разные. Да. Ну, сейчас двигатели, они бензиновые тоже современные. Ну, в принципе, если я к тому, что если как бы батарея хорошо держит, во-первых, что за батарея? Ну, а батарея это отдельная тема, мы не будем рассказывать. Я понял, секрет фирмы. Нет, это не секрет фирмы. Просто, ну, батарея это не наша тема. Наша тема мотора. Я понял. И вы знаете, я бы никогда не занимался бензиновыми. Я вообще бы не занимался техникой, если бы не появился этот мотор. То есть вот появился мотор до иного, все, мне больше... Для меня не существует сейчас других моторов. Я понимаю, что есть бензиновые, и кто-то со мной будет спорить, и они... Они прекрасны. И пусть они живут рядом с нами еще долгие годы, и слава богу, что они есть в нашей жизни. Но вы понимаете, что вот именно славянка, вот она открывает более широкие перспективы. Для всех нас. Скоро об этом все узнают. Она... Ну, она как бы... Вот появился телефон, да? Ну, здорово же всем. Ну, понятно, что телефон, он как бы, как говорят некоторые, телефон душевод. Но он им приносит пользу. Да? Так же и здесь. Появился новый двигатель. Он принесет огромную пользу для страны. Прежде всего, он принесет пользу, потому что это экономия электроэнергии до 30%. Люди даже не представляют, что вместо того, чтобы строить подсанкции, чтобы жечь уголь, нефть жечь, загрязнять среду нашу окружающую, можно просто поменять моторы на производствах, на славянку, и все. И не надо будет вводить, не надо будет вводить в эксплуатацию даже атомные станции. И это... Это космос. Ну, действительно, тут, конечно, нужно считать конкретные цифры, если делать определенные вещи. Но перспектива и та экономия, которая происходит, вот, опять же, стоит учитывать, что, насколько мне известно, из четырех стандартных моторов при переработке материала, при повторном использовании, можно сделать, наоборот, вру, из трех двигателей стандартных, можно сделать четыре двигателя на славянке. Это уже о чем-то договорит. А ведь для того, чтобы добыть электроэнергию, происходит тоже очень неслабая метаморфоза. Это и пагубно влияет на экологическую составляющую нашей планеты, и в то же время для этого используются ресурсы. Опять же, энергия тратится для того, чтобы добывать энергию. Такой замкнутый круг. А здесь возможностей значительно больше. Да, не будем сейчас в эти цифры, в эти темы. Мы приехали сюда сегодня для того, чтобы задать опять очередную кучу вопросов Игорю Корхову, Дмитрию Александровичу Дуинолу. Опять же, сегодня приехал Виктор Арестов, и мы уже с ним... Ну, просто мы его уже замучили своими вопросами, потому что двигатели мы используем его. То есть двигатели, которые изготавливаются серийно в Вейхае. Вот, у нас есть несколько замечаний, просьб, немножко поменять. Для нас это будет более удобно в изготовлении техники, которую мы планируем и дальше делать. То есть, ну да, Дмитрий Александрович как-то уже говорил, мы... Да, мы тюнинговая компания, но мы бы не были этой тюнинговой компанией, если бы не было этого мотора. То есть нам, в принципе, ну, конечно, что-то бы делали, но вот именно это сегодня заставляет нас двигаться вперед. То есть у нас азарт. Ну, это замечательно, но вот если вы говорите о том, что есть азарт, мы, во-первых, всегда звучит фраза, да, то есть это не один человек, даже не маленькая, наверное, какая-то, а может быть и небольшая группа лиц, но смысл в том, что это... у вас наверняка есть какая-то компания, вы же как-то работаете не от себя, и у вас есть какие-то планы. Спасибо, я не хотел пиарить, но спасибо. Как бы подведем к этому, потому что у наших зрителей будут вопросы. Мы обращались в Обнинске за поддержкой, как это говорят, есть правительство ВХ, есть правительство Обнинска. Вполне возможно, что нас поддержат в наших начинаниях, ну, все к этому идет. Но пока создана фирма Стин и команда инженеров и рабочих, которые создают вот технику, то есть первые модели, мы сейчас смотрим, что будет перспективно. Ну, то есть на сегодняшний день пока идет отработка и создание прототипов, я так понимаю. Но это, опять же, прозвучала фраза о том, что это тюнинг-компания, то есть вы берете какую-то уже существующую на рынке технику и адаптируете ее под использование со славянкой. Пока да. Пока да. Пока наших мощностей не хватает, у нас очень много идей, вы не представляете. У нас огромное количество идей, которые требуют серьезных вложений для того, чтобы выпускать абсолютно свою технику, которой нет. Но мы не можем сейчас пока себе это позволить, поэтому вот берем прототипы, там, Балт Моторс или еще какой-то фирмы, там, Стелс, и, ну, пытаемся на них адаптировать. В дальнейшем это будет своя техника. Ну, хорошо, а на сегодняшний день, если кто-то из наших зрителей заинтересуется в мотособаке, может быть, квадроцикле или санях, есть ли возможность обратиться к вам и заказать такой экземпляр для себя? Для этого и работаем. Для этого и работаем. Конечно же, мы понимаем, что техника с моторами Дуэнова будет востребована. Это однозначно. Она будет очень популярной, потому что она надежна. Поэтому, да, мы можем уже сейчас что-то обговаривать, уже сейчас мы можем что-то изготовить. И больше того, нам будет это приятно. Ну, в таком случае мы сейчас укажем ваши контактные данные, вот, и все желающие смогут к вам обратиться напрямую и непосредственно уже задать интересующие их вопросы касательно приобретения той или иной техники. Александр, спасибо большое, что на вашем канале вы немножечко нас, как это, как сказать, прорекламируете. Пожалуйста. И, уважаемые зрители, просьба к вам такая, знаете, огромная. Не отвлекайте сотрудников компании просто обычными вопросами. Если у вас есть конкретные намерения, обязательно обращайтесь и разговаривайте. Но, как бы, пожалейте время всех занятых людей. Да, спасибо. Спасибо всем. Андрей, ну, скажите, вот на этой ноте, на сегодняшний день у вас есть три, можно сказать, проекта. То есть, это квадроцикл, это электросани и, конечно же, мотособака. Что-то в ближайшее время планируется новое по продуктам или пока мы еще об этом поговорим позже? Мне вот, вы знаете, меня разрывает рассказать все, что мы планируем. Вот к нам обратилась, ну, я не буду все рассказывать. Одна из фирм к нам обратилась и попросили нас сделать летательный аппарат. То есть, в ближайшее время сейчас с Виктором Арестовым мы обговорили поставку нам 112-го мотора для испытания. Мы подсоединим его напрямую к винту. То есть, это что-то типа автожира какого-то? Да, это что-то, это паралет. Мы попробуем, подключим, подсоединим динамометрический прибор какой-то. Ну, и померяем тягу просто. Интересно. Если это пройдет, то да, в ближайшее время вы увидите еще и пролет. Ну, это уже новый уровень. С мотором длинного. Идем вверх. Но все, что связано с воздухом, здесь есть очень много ограничений и сложностей. Там идут ограничения по весу. И, конечно, здесь наши моторы, которые работают в широком диапазоне, они с одной стороны хороши, с другой стороны непонятно, как это будет все в воздухе. То есть, это надо проводить испытания. Но идея есть. Опять же, там же используется контроллер, я так понимаю. Поэтому, наверное, что-то как-то где-то надо работать. Вопрос, конечно, не ко мне сейчас. У нас есть инженер, который отвечает, конструктор. Это уже в ближайшее время. Они сейчас заняты Скорховым. И я думаю, мы их не вытащим сюда. Конечно. Но ничего, будет день, будет пища. Я думаю, про это мы тоже поподробнее сможем рассказать. Ну, в принципе, мы принимаем ваше приглашение. Мы приедем к вам, как только позволит погода, и нас позовете. Как только будет снег. Да. Я вас просто прошу приехать и посмотреть, как наша техника с моторами Дуэнова просто встает на дыбы. Поэтому, уважаемые зрители, если вы не против, то мы это с вами обязательно сделаем. Спасибо. Спасибо вам. Приезжайте к нам еще. До новых встреч. Обязательно. Куда мы без вас. До новых встреч, да. До новых встреч.